Итак, товарищи, продолжаем мы сегодня изучение работы Иосифа Виссарионовича Сталина к вопросам леонизма. На прошлом занятии мы с вами рассмотрели первые три главы. Сегодня вашему вниманию предлагается глава 4. Иосиф Виссарионович назвал ее так. Пролетарская революция и диктатура пролетариата. В соответствии с названием, можно сказать, что она состоит, это глава из двух частей. В первой части Иосиф Виссарионович рассматривает, в чем суть пролетарской революции, в чем ее отличие от буржуазной революции. И во второй части, что представляет собой диктатуру пролетариата. Итак, начнем с пролетарской революции, как и Иосиф Виссарионович. Он в самом начале главы спрашивает, в чем состоят характерные черты пролетарской революции, в отличие от революции буржуазной. И он сводит различия между революцией пролетарской и революцией буржуазной к пяти основным пунктам. Каким пунктам? Первый пункт он спроверил так. Буржуазная революция начинается обычно при наличии более или менее готовых форм капиталистического уклада, выросших и созревших еще до открытой революции в недрах феодального общества. Тогда как пролетарская революция начинается при отсутствии или почти при отсутствии готовых форм социалистического уклада. Второй пункт сформулирован так. Основная задача буржуазной революции сводится к тому, чтобы захватить власть и привести ее в соответствие с наличной буржуазной экономикой. Тогда как основная задача пролетарской революции сводится к тому, чтобы захватив власть построить новую социалистическую экономику. То есть диаметрально противоположные, как говорится, задачи стоят согласно этому пункту. Третий пункт отличия буржуазной пролетарской революции. Сформулировал Иосиф Истерионович так. Буржуазная революция завершается обычно захватом власти. Тогда как для пролетарской революции захват власти является лишь ее началом. Причем власть используется как рычаг для постройки, для перестройки старой экономики и организации новой. То есть задача пролетарской революции очень сложная, согласно этому пункту. Перестройки экономики. Четвертый пункт. Буржуазная революция ограничивается заменой у власти одной эксплуататорской группы другой эксплуататорской группой. Ввиду чего она не нуждается в сломе старой государственной машины. Тогда как пролетарская революция снимает с власти все и всякие эксплуататорские группы и ставит у власти вождя всех трудящихся и эксплуатируемых класс пролетариатов. Поэтому этот класс не может обойтись без слома старой государственной машины и замены ее новой. И пятый пункт отличия этих революций состоит в том, что буржуазная революция не может сплотить вокруг буржуазии на сколько-нибудь длительный период миллионы трудящихся и эксплуатируемых масс. Именно потому, что они являются трудящимися и эксплуатируемыми. Тогда как пролетарская революция может и должна связать эти массы с пролетариатом в длительный союз именно как трудящихся и эксплуатируемых. Если она хочет выполнить свою основную задачу упрочения власти пролетариата и построения новой социалистической экономики. Вот пять таких отличий буржуазной пролетарской революции сформулировал Иосиф Гастерионович. Я думаю, что довольно-таки очень грамотно сформулировано и четко, и четко, лаконично и четко. Ну и это как бы дополняет свои формулировки он высказыванием Владимира Ильича Ленина. И говорит, вот некоторое положение Владимира Ильича Ленина на этот счет. И приводит цитату одной из его работ. Одно из основных различий, говорит Ленин, между буржуазной и социалистической революцией состоит в том, что для буржуазной революции, вырастающей из феодализма в недрах старого строя, постепенно создаются новые экономические организации, которые изменяют постепенно все стороны феодального общества. Перед буржуазной революцией была только одна задача – смести, отбросить, разрушить все путы прежнего общества. Выполняя эту задачу, всякая буржуазная революция выполняет все, что от нее требуется. Она усиливает рост капитализма. В совершенно ином положении революция социалистическая. Чем более отсталой является страна, которой пришлось в силу зигзагов истории начать социалистическую революцию, тем труднее для нее переход от старых капиталистических отношений к социалистическим. Здесь к задачам разрушения прибавляются новые неслыханные трудности задачи – организационные. То есть очень сложные задачи стоят после социалистической революции перед пролетариатом. И прежде всего организационные. И далее Иосиф Иосифович опять же подтверждает это выдержками одной из работ Владимира Ильича Ленина. И Ленин говорит, во-первых, то есть какие трудности организационные? Во-первых, это были задачи внутренней организации, стоящие перед всякой социалистической революцией. Отличие социалистической революции от буржуазной состоит именно в том, что во втором случае есть готовые формы капиталистических отношений. А советская власть, пролетарская, этих готовых отношений не получает, если не брать самых развитых форм капитализма, которые в сущности охватили небольшие верхушки промышленности и совсем мало еще затронули земледелие. Организация учета, контроль над крупнейшими предприятиями, превращение всего государственного экономического механизма в единую крупную машину, в хозяйственный организм, работающий так, чтобы сотни миллионов людей руководились одним планом – вот та гигантская организационная задача, которая легла на наши плечи. По нынешним условиям труда, она никоим образом не допускала решения на ура, подобно тому, как нам удавалось решить задачи гражданской войны. То есть, организационная трудность, как вот можно сделать вывод из того, что сформулировано было Владимиром Ильичем Лениным, что нужно было организовать учет и контроль в масштабах всего государства. Учет и контроль, конечно, производство. И, соответственно, что план должен распространяться на весь государственный механизм. Это, конечно, очень сложная задача организационная. И далее продолжает Владимир Ильич. Вторая из гигантских трудностей – международный вопрос. Если мы так легко справились с бандами Керенского, если так легко создали власть у себя, если мы без малейшего труда получили декрет о социализации земли, рабочем контроле, если мы получили так легко все это, то только потому, что счастливо сложившиеся условия на короткий момент прикрыли нас от международного империализма. То есть, империализм между собой как раз дрался там между Антантой и Тройственницей, и какой там союз. Далее. Международный империализм со всей мощью его капитала, с его высокоорганизованной военной техникой, представляющей настоящую силу, настоящую крепость международного капитала, ни в коем случае, ни при каких условиях не мог ужиться рядом с Советской Республикой. И по своему объективному положению, и по экономическим интересам того капиталистического класса, который был в нем воплощен, не мог в силу торговых связей, международных финансовых отношений. Тут конфликт является неизбежным. То есть, конфликт между социализмом, возникшим после социалистической революции, и капитализм неизбежен. Ну и вы знаете, что история это подтвердила. После 26-го года прошло уже почти 100 лет. Ну и далее Сталин продолжает. Поэтому вот на основании сказанного Лениным, он говорит, что думать, что революцию можно проделать мирно, в рамках буржуазной демократии, приспособленной к господству буржуазии, значит, либо сойти с ума и растерять нормальные человеческие понятия, либо отречься грубо и открыто от пролетарской революции. И дальше он опять обращается к Владимиру Ильичу Ленину и говорит, «Вот почему говорит Ленин, что освобождение угнетенного класса невозможно не только без насильственной революции, но и без уничтожения того аппарата государственной власти, который господствующим классом создан. Пускай сначала при сохранении частной собственности, то есть при сохранении власти и гнета капитала, большинство населения выскажется за партию пролетариата. Только тогда она может и должна взять власть. Так говорят мелкобуржуазные демократы. Фактически слуги буржуазии, называющие себя социалистами». То, что было во вторник, не кажется ли вам похоже на это, да? И далее. «Пускай сначала революционный пролетариат низвергнет буржуазию, сломит гнет капитала, разобьет буржуазный государственный аппарат, тогда пролетариат, одержавший победу, сможет быстро привлечь на свою сторону сочувствие и поддержку большинства трудящихся непролетарских масс, удовлетворяя их насчет эксплуататоров, говорим мы». То есть между коммунистами и мелкобуржуазными демократами противоположное понятие о том, что нужно сделать, чтобы совершить социалистическую революцию. И далее Владимир Ильич продолжает. «Чтобы завоевать большинство населения на свою сторону, пролетариат должен, во-первых, свергнуть буржуазию и захватить государственную власть в свои руки. Он должен, во-вторых, ввести советскую власть, разбив вдребезги старый государственный аппарат, чем он сразу подрывает господство, авторитет, влияние буржуазии и мелкобуржуазных соглашателей в среде непролетарских трудящихся масс. И в-третьих, он должен добить влияние буржуазии и мелкобуржуазных соглашателей среди большинства непролетарских трудящихся масс революционным осуществлением их экономических нужд насчет эксплуататоров». То есть для того, чтобы пролетариат повел за собой и убедил в необходимости установления диктатуры пролетариата, в необходимости революции, он должен, значит, убедить осуществлением экономических нужд трудящихся масс. Вот в чем суть этой цитаты Владимира Ильича Ленина. Ну и далее, значит, на этом Иосиф Иосиф Ильич заканчивает, как бы, характеристику пролетарской революции и переходит ко второй части этой главы, в которой он указывает основные черты диктатуры пролетарской революции. То есть что она из собой представляет? Должна представлять пролетарская диктатура или диктатура пролетариата. И начинает он опять же с того, что обращается к Ленину и говорит, вот наиболее общее определение диктатуры пролетариата, данное Лениным. И цитирует. Диктатура пролетариата не есть окончание классовой борьбы, а есть продолжение ее в новых формах. Диктатура пролетариата есть классовая борьба, победившего и взявшего в свои руки политическую власть пролетариата против побежденной, но не уничтоженной, не исчезнувшей, не переставшей оказывать сопротивление, против усилившей свое сопротивление буржуазии. Вот такие слова Владимира Ильича Ленина приводит. То есть суть в чем, что диктатура пролетариата это не только установление власти, это не только окончание классовой борьбы, а только ее начало этой классовой борьбы после установления власти пролетариата. Далее, возражая против смешения диктатуры пролетариата, говорит Сталин, с властью общенародной, общевыборной, с властью не классовой, а вы слышали, наверное, постоянно раздаются тут некоторых социалистов, нынешних тоже слова, давайте общенародную власть, народное правительство общенародное и так далее. Так вот он опять обращается к Ленину. Ленин по этому поводу говорит. Тот класс, который взял в свои руки политическое господство, взял его, сознавая, что берет его один, это заключено в понятии диктатуры пролетариата. Это понятие тогда только имеет смысл, когда один класс знает, что он один берет в руки политическую власть и не обманывает ни себя, ни других разговорами насчет общенародной, общевыборной, всем народом освященной власти. Вот такие слова Ленина он приводит. И продолжает Иосиф Васильевич, это не значит, однако, что власть одного класса, класса пролетариев, который не делит и не может делить ее с другими классами, не нуждается для осуществления своих целей в помощи в союзе с трудящимися и эксплуатируемой массами других классов. Наоборот, эта власть, власть одного класса, может быть утверждена и проведена до конца лишь путем особой формы союза между классом пролетариев и трудящимися массами мелкобужуазных классов, прежде всего, трудящимися массами крестьянства. То есть, один пролетариат без союза с трудящимися массами не сможет выполнить задачи диктатуры пролетариата. Вот смысл того, о чем говорит Иосиф Васильевич. И опять же, подтверждает это понятие, эти мысли, Владимиром Ильичем Лениным. Диктатура пролетариата, говорит Ленин, есть особая форма классового союза между пролетариатом, авангардом трудящихся, и многочисленными непролетарскими слоями трудящихся. Это мелкая буржуазия, мелкие хозяйчики, крестьянство, интеллигенция и так далее. А также союза против капитала, союза в целях полного свержения капитала, полного подавления сопротивления буржуазии и попыток реставрации с ее стороны, союза в целях окончательного создания и упрочения социализма. Это особого вида союз, складывающийся в особой обстановке, именно в обстановке бешеной гражданской войны. Это союз твердых сторонников социализма, сколеблющимися его союзниками. Союз между неодинаковыми экономически, политически, социально, духовно классами. Но классами, трудящимися, конечно, об этом нужно всегда помнить. Вот что должна представлять диктатура. И как видит Иосиф Иосиф Иосифович Владимир Ильич, что диктатура должна осуществляться в союзе. Далее, отмечая одну из важнейших целей диктатуры, цель подавления эксплуататоров, Ленин говорит, научное понятие диктатуры означает ничто иное, как ничем неограниченную, никакими законами, никакими абсолютно правилами, не стесненную, непосредственно на насилие опирающаяся власть. Диктатура означает, примите это раз и навсегда к сведению, неограниченную, опирающуюся на силу, а не на закон власть. Во время гражданской войны всякая победившая власть может быть только диктатурой. Ну, конечно, насилием не исчерпывается диктатура пролетариата, говорит Сталин, хотя без насилия не бывает диктатуры. И опять же приводит слова Ленина. Диктатура, говорит Ленин, означает не только насилие, хотя она невозможна без насилия, она означает также организацию труда более высокую, чем предыдущая организация. То есть надо полагать, что решив диктатуру подавления эксплуататорских классов, стоят еще более сложные задачи, это организация труда более высока, чем предыдущая, как говорит Ленин. И далее продолжает Владимир Ильич, диктатура пролетариата не есть только насилие над эксплуататорами, и даже не главным образом насилие. Экономической основой этого революционного насилия залогом его жизненности и успеха является то, что пролетариат представляет и осуществляет более высокий тип общественной организации труда по сравнению с капитализмом. В этом суть, в этом источник силы и залог неизбежной победы коммунизма. Главная сущность, продолжает Ленин, в организованности и дисциплинированности передового отряда трудящихся, его авангарда, его единственного руководителя пролетариата. Его цель создать социализм, уничтожить деление общества на классы, сделать всех членов общества трудящимися, отнять почву у всякой эксплуатации человека человеком, эту цель нельзя осуществить сразу. Она требует довольно продолжительного переходного периода от капитализма к социализму. И потому, что переорганизация производства вещь трудная, и потому, что нужно время до коренных перемен во всех областях жизни, и потому, что громадная сила привычки к мелкобуржуазному и буржуазному хозяйничанию может быть преоделена лишь в долгой упорной борьбе. Понятно, что строительство социализма очень непростая задача. И классики, как видите, Ленин и Сталин предвидели еще на заре создания социализистского общества в нашей стране. И, значит, подводит итог, Иосиф 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 говорит, что таковы характерные черты диктатуры пролетариата. И отсюда он делает вывод. Нужно указать три основные стороны диктатуры пролетариата. Как бы три особенности, три основные стороны назвал диктатуры пролетариата. Какие он называет? Первое. Использование власти пролетариата для подавления эксплуататоров, для обороны страны, для упрочения связи с пролетариями других стран, для развития и победы революции во всех странах. То есть подавление эксплуататоров и упрочение связи с пролетариатом. Это одна сторона диктатуры пролетариата. Вторая, на которую указывает Сталин, использование власти пролетариата для окончательного отрыва трудящихся и эксплуатируемых масс от буржуазии, для упрочения союза пролетариата с этими массами, для вовлечения этих масс в дело социалистического строительства, для государственного руководства этими массами со стороны пролетариата. Вот вторая сторона, на которую он обращает внимание. И третья сторона, использование власти пролетариата для организации социализма, для уничтожения классов, для перехода в общество без классов, в социалистическое общество. И говорит, что пролетарская диктатура есть соединение всех этих трех сторон. Ни одна из этих сторон не может быть выдвинута как единственный характерный признак диктатуры пролетариата. И наоборот, достаточно отсутствия хотя бы одного из этих признаков, чтобы диктатура пролетариата перестала быть диктатурой в обстановке капиталистического окружения. Поэтому ни одна из этих трех сторон не может быть исключена безопасности исказить понятие диктатуры пролетариата. Только все эти три стороны взятые вместе дают нам полное и законченное понятие диктатуры пролетариата. Ну вот вы видите, что как убеждал Сталин, что необходимо сохранять диктатуру пролетариата до полной победы коммунизма, то есть до ликвидации класса. И надо сказать, что конечно после его смерти руководители пришедших к власти во второй половине 50-х годов у нас к сожалению не только не выполнили эти совещания, эти требования, они наоборот отказались от диктатуры пролетариата и объявили общенародное государство и даже закрепили это в конституции. И вот за 50 лет после этого считай, что мы вернулись в капитализм, отказавшись от диктатуры пролетариата. Ну и заключительные слова хотел бы, которые здесь в этой главе, какими словами заключает главу Сталин. Он говорит, не следует забывать, что революция победила пока что всего лишь в одной стране. Не следует забывать, что пока есть капиталистическое окружение, будет и опасность интервенции со всеми вытекающими из этой опасности последствиями. Но впоследствии вы увидите. Вот я на этом хотел бы закончить. Пожалуйста, какие есть вопросы. Может быть, что-то надо пояснить. Это три составляющие мне показали знакомые. Так. Это все препятствия с определением диктатуры, что три составляющие это захват. Три стороны, Держание использования. Да, Но направление пролетариата. Да, но дело в том, что видите, захват государственной власти это только начало диктатуры. сама суть состоит в том, что нужно все переменить, разрушить старую государственную машину, создать новую. И экономику нужно все переделать. Нужно перейти от частной собственности к общественной. диктатуры удерживаем, развиваем пролетариат, диктатуры пролетариат. А третье это использование для взращивания новых типов людей. Да, да, для уничтожения классов, для перехода к обществу без классов. Да, это как раз третья сторона, на которую обращает внимание Иосиф Виссарионович. Все правильно. Тут, наверное, интересен самый пункт по поводу того, что капиталистические государства и капиталистическая революция происходит, буржуазная, сама по себе фактически к этому ездит. Ну, не сама по себе. Почему? она как? Причиной-то буржуазной революции складывается внутри феодального общества, уже складывается экономически, да, то есть экономически уже все складывается, как бы экономика уже становится буржуазной, а власть остается у феодалов. То есть, одних эксплуататоров скинуть, одну и другую посадить и все и больше ничего не надо ни экономику менять, только ее развивать дальше, ни государственную машину не надо ломать, она уже есть, она отвечает требованиям буржуазии. Она получается сама собой естественно порядка вещей. Да, да, как бы есть развитие постепенное, а есть качественность, скачками. То есть, переход от феодализма к капитализму проходит без практически без крупных таких эксцессов, без крупных скачков. Так как кровополитные войны были еще и легально? Войны были всегда. Как только появилось классовое общество, так и войны появились. Общество, деленное на классы, вернее. при социализме при этом переход происходит гораздо сложнее, так как очень сложнее. Да, да, Но это не было сто лет назад, а вот сейчас прошло уже сейчас опять те же задачи было стоять. Единственное, что лучше, что, конечно, экономически, значит, то, что вот он упоминает о том, что некоторые, как бы, вот как он говорит, сейчас я найду, что организация так, нет, не так, не так, что некоторые, как бы, ну, промышленные достижения, они уже соответствуют, допустим, развитию промышленности, соответствуют уровню социализма, но дело в том, что нужно на том уровне развития промышленности, ну, и вообще экономики, и нужно все равно проводить изменения, почему нужно отчастной собственности переходить к общественной собственности на средства производства, вот, и переходить к плановой экономике в масштабах всего государства, или всех государств, которые перешли к социализму, потому что на данном этапе я, допустим, предпосылку, я только одну вижу, почему капиталист может пересмотреть на обществление экономики, то, что некоторые задачи капиталисту, допустим, местному, местечковому, он не может сделать, допустим, вот, он не может на всю страну выпустить хлеб, потому что по прямой стукра и у него днем маленьких. Ну да, дело в том, что... Но тем не менее, значит, тем не менее, эта пекарня, эта пекарня должна будет принадлежать государству, то есть она не должна принадлежать частному лицу, который будет распоряжаться, что делать, как делать, сколько за это, платить рабочим, и частное лицо не будет распоряжаться, как распределять созданный продукт, в том числе и пекарни. А в социалистическом государстве все должно принадлежать всему обществу, та же пекарня, вот, и всем работникам той же пекарни. И государство само планирует количество по возможности произведенного, то есть этому предприятию столько хлеба и куда-то его распределить, другому предприятию хлеба и пекарню другое место распределить, но все это будет распределяться согласно плановой экономике, а не так, как захочет частное лицо. Вот сейчас кто планирует? Вот, выпекла пекарня, вынесла и продает где хочет. Никто ему, никакое государство не вмешивается в это дело. Не обдавались. Во всяком случае, цена образования. Предпосылка к тому, чтобы социалистическая революция прошла гораздо легче. Во-первых, сейчас, такого частного владельца... Но революция и диктатура давайте будем разделять, как Сталин здесь разделял. Для того, чтобы произошла революция, нужно, соответственно, конечно, революционная ситуация. Опять же, к этому вопросу надо отдельно обращаться. Помните, у Владимира Ильича три объективных ситуации, вернее, три объективных предпосылки к социалистической революции. Одна субъективная, это опять же целая наука, когда возможно становится социалистическая революция. Это отдельно нужно разговаривать на эту тему. хорошо, я делил чуть-чуть про другое. Смотрите, экономика со 100 лет все равно развилась, капитализм немножко поменялся. Допустим, сейчас конкретного олигарха, который владеет всем, нет, всегда это какой-то коллективный орган, то есть это уже коллективное управление предприятием. Более того, как правило, все эти организации, Влад Клеб, это мелочь, правят миром крупные госкорпорации. Опять же, почему госкорпорации? Потому что все эти владельцы совета директоров, они фактически уже слились с государством. То есть они уже находятся примерно на той стадии, когда у них уже планирование внутри госкорпорации. Я вообще-то с тобой не согласен, но я с тобой не совсем согласен. Почему? Потому что значит тот же любой из олигархов, тот же Мордашов, в которой яхта тут была или там кто-то там другой, они как раз не подчиняются государству, а государство им подчиняется. В таком мире не слились. Государство как нет. Буржуазное государство, То есть буржуазия просто сама по себе укропнилась и укрепилась, и все более и более подчиняет себе государство, естественно. А куда этот признак есть предпосылкой к более легкому переходу к социализму? Или это наоборот фактор ухудшающий? Нет, ну укропнение производства, конечно, фактор улучшающий предпосылки в том, что чем крупнее предприятие, тем организовывание там пролетариата, тем организованнее даже самим производством, экономически организованное. Но дело в том, что для того, чтобы создать предпосылки пролетариат должен быть организован не только экономически, то есть внутри предприятия, но и политически. То есть он должен осознавать свои коренные интересы. Вот тогда, конечно, будут предпосылки. То есть задача состоит, да, то есть экономическое как бы сплочение пролетариата и сам капитализм эту задачу решает. А вот политическую тут должны заниматься те, кто владеет марксизмом, то есть научным пониманием развития общества. И он должен вносить это научное осознание в пролетарскую массу. В этом состоит цель и задача коммунистических партий как передового отряда этого класса пролетариата. Вот так я вижу эту задачу. Так надо ее понимать, скорее всего. Еще тогда вопрос по поводу империализма. Советский Союз столкнулся с тем, что отдельно социалистическое государство начали активно душить конкуренты, близлежащие капиталисты. В сегодняшней действительности с развитием экономики, техники, да, когда, собственно, ну, фактически любой человек может сесть в самолет, там, пролететь, ну, полудемного шара, там, за 12 часов, оказаться в любой другой стране, при помощи всевозможных технологий, там нет никаких языковых барьеров, со всеми легко быстро связаться. Не является ли это предпосылкой к построению социалистического, социализма не в отдельной взятой стране, а сразу во всем мире, сразу к мировой революции? Ну, здесь я затрудняюсь сказать, но, значит, вот укрупнение, как бы, капитала, то есть, да, империализм и его усиление империалистических его устремлений, и укрупнение этих самых, таких всяких корпораций, как Моргана, там, Рокфеллера и прочих, конечно, они, как бы, дают, может быть, какую-то предпосылку к тому, чтобы, но, тут, скорее всего, конечно, что сейчас, вот в этих условиях, прийти к социализму и укрепить социализм в одной отдельно взятой стране, как произошло это сто лет назад с лишним, сейчас в этих пока условиях, мне кажется, вряд ли возможно, да, то есть, придется решать задачу пролетариату во многих странах одновременно, потому что какую-то одну страну, скорее всего, империализм на нынешнем этапе быстро задушит, ну, время покажет, история покажет. Важно, конечно, чтобы пролетарский принцип пролетарий всех стран соединяйтесь, существовал и осуществлялся, важно, это очень важно в современных условиях, в условиях укрупнения вот этих империалистических различных корпораций и в том, что империализм правит миром, да, конечно, это очень важно. Ну, последний, наверное, тогда пункт по поводу того, что Ленин как раз писал о том, что для перехода к социализму надо для начала построить органы власти, совет должен существовать. Да, да, ну, это и есть организация, что пролетариат для того, чтобы взял политическую власть, он должен быть политически организован, а вот это совет, это и есть форма политической организации, пролетариата, да, а пока он не организован, ни о какой, это самое, взятие политической власти не может быть и речи. Это как раз вопрос, да, опять же, мы говорим о том, что все современные корпорации разделяют свое имущество на кучу мелких фирмочек, подрядчики, суд, подрядчики, суд, подрядчики. Ну, конечно, сопротивляется, капитализм сопротивляется, но дело в том, что все равно пролетариат, если он организован, он всегда будет мощнее, потому что он большинство представляет. Да, он крупнее класс, чем буржуазия, да. Не сложнее ли будет нынешняя ситуация создавать советы, учитывая, что нету крупных организаций, они все раздроблены. Очень непросто будет, не знаю сложнее или нет, но пока, как история показывает, что очень непросто создавать советы пока. Пока, значит, пока нет, вот, ну, ты помнишь, наверное, для того, чтобы произошла, как бы, социалистическая революция, нужна революционная ситуация. Ну, ладно, что? Нет, ситуация понятна. Сто лет назад была ситуация, сейчас никогда не будет ситуации. Как бы, как бы, политически себя осознать, как скоро это произойдет. Но, конечно, будет непросто. Я думаю, что будет сложнее. Нам будет сложнее. Нам будет сложнее. Кажется проще с чипированием. Всем будет в жилом каждом злоучить, и будет одна мысль. Нет, так не пойдет. Нет, будем отказываться. Нам будет и так тяжело и без чипов. И будут роботизированные. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!